Путешествие Пилигрима Книга была написана в 1678 году Если вы умеете считать, то это было за 100 лет до подписания Декларации о независимости Филадельфии Ее никогда не снимали с печатем С этого времени до сегодня ее перевели на 200 языков После Библии короля Иакова это самая продаваемая книга на английском языке Это первый английский роман и одно из самых значимых произведений английской литературы Автор Джон Буньян Он написал ее в тюрьме, где он сидел не за кражу или убийство, а за то, что он был диссидентом Что это значит? Англиканская церковь имела власть не только в религии, но и в политике А Буньян вышел за пределы англиканской церкви и осмелился проповедовать? За это его арестовали и посадили Ему сказали, что могут отпустить его на свободу, если он согласится не проповедовать Он ответил, тогда я останусь, пожалуй Полное название книги звучит так «Путешествие Пилигрима из этого мира в грядущий» Сегодня я хотел бы поговорить о больших блоках в системе данного мира И в системе нового грядущего мира Библия говорит, что он точно наступит Я хочу, чтобы мы были к этому готовы А теперь слушайте быстренько Начнем с первого послания Петра, второй главы Возлюбленные Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу Главный герой книги — это пилигрим или странник Послание к евреям, 11 глава И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество Странники, пришельцы, пилигримы Все они имеют похожее значение и указывают на временное проживание Мы здесь не навсегда транзитом Мы здесь на короткое время, чтобы не полностью интегрироваться в эту культуру И мы не до конца понимаем все тонкости местной культуры Это библейский взгляд на нас с вами в этом мире Мы находимся в этом мире, но мы не от системы этого мира Если вы последователь Христа, то вы пережили новое рождение и стали совершенно новым существом Наше будущее не здесь Мы временно оказались в этом времени, но наш дух вечен Время, проведенное здесь, это лишь крошечный отрезок вашего существования Поэтому Библия говорит, что здесь мы странники и пришельцы Я имею возможность путешествовать, но у меня никогда не было желания эмигрировать В моей жизни было время, когда я думал, что счастье — это быть подальше от нашего города Но потом я понял, что Теннессия — это мое место Ничто не сравнится с нашей ветчиной, булочками и сладким чаем Да, Бог благ Я люблю посмотреть что-то новое, но я всегда ощущаю, что как бы хорошо я не вписывался, это не мое место Какое-то время я жил и учился в Израиле Если меня на несколько часов забыть в пустыне, то я могу сойти за местного, пока не открою свой рот Поэтому я пошел учиться врить, чтобы разговаривать с местными Были случаи, когда люди останавливали машину и спрашивали меня о чем-то на врите Я понимал, что они говорят, и пытался им ответить Но проблема была в том, что мне не хватало словарного запаса А если они задавали еще один вопрос, я говорил, я не местный А затем я выучил слова, которым не учили в языковой школе Однажды я был в Индии Я выступал там на конференции Человек, у которого я остановился, вез меня на конференцию Я сидел сзади И расспрашивал его о конференции и обо всем остальном Но на каждую мою фразу он качал головой И так продолжалось полтора часа Я злился все больше и больше Я прилетел сюда не для того, чтобы кто-то постоянно возражал мне Только через три дня я понял, что этим жестом он соглашался со мною Я подумал, у нас да, показывают наоборот Я не знал их обычаев Там я съел много карри Я люблю карри Но как же я рад был оказаться дома Обратно к булочкам и подливке Странники и пришельцы Библия говорит, что должно быть отличие между нами и теми, кто не знает Господа Мы не должны быть споглощены этим миром У нас должны быть другие ценности и цели Родители, ваши цели и желания для ваших детей должны быть не такими, как у родителей, не знающих Господа Я сказал это не для того, чтобы пристыдить вас Сейчас я покажу вам, почему это важно В системе данного мира есть ограничения Послушайте, что Библия говорит об этом мире Я приготовил несколько стихов Эту тему можно говорить неделями Ну что ж, первое послание Коринфянам, 7 глава Проходит образ мира сего То есть этот мир временный Послание Титу, 2 глава «Ибо благодать Божия, спасение приносящее, была проявлена ко всем людям» Так, так, интересно Тут спасение, которое является нашим входом в Царство Божие, связано с благодатью Благодать — это незаработанное, незаслуженное Божие благословение Если вы его заработали, то это уже не благодать И наше с вами спасение — это выражение Божьей благодати Мы никогда не заработаем вход в Царство Быть последователем Христа не означает принять свод правил, чтобы заработать доступ к Божьей благодати Нет, смысл не в соблюдении правил, а в трансформации Благодать Божия, приносящая спасение, явилась всем людям Благодать Божия учит нас говорить «нет» нечестию и мирским похотям А зачем нам учиться говорить «нет» нечестию? Потому что моя позиция по умолчанию — это «да» Поэтому даже последователям Христа нужно учиться говорить «нет» нечестию, а это непросто Вы уже не можете поддаваться всем импульсам, желаниям и чувствам Это принесет вам только разрушение Поэтому мы учимся говорить «нет» нечестию И жить справедно, контролируя себя в этом веке Как вы должны жить в этом веке? Вам следует сотрудничать с Духом Божиим, учаясь говорить «нет» нечестию Это характерная черта данного мира О грядущем мире мы поговорим через минуту Его характеристики совсем другие В этом мире мы все еще сражаемся с проявлением нечестия Посмотрите на первую главу Эфейсона Тут сказано, как велика Божья сила, которую он воздействовал во Христе Воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах Превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени Именуемого не только в всем веке, но и в будущем Впереди нас ждет что-то новое Жизнь в этом мире — это не все ваше существование Ваша жизнь здесь — это очень короткое проявление вашего существования Ваше путешествие во времени ограничено вашим нынешним земным костюмом Сегодня я разговаривал в фойе с двумя девочками четырех и пяти лет Четырехлетняя сказала «День рождения! У меня сегодня день рождения!» А сестра неловко посмотрела на нее и сказала «Ее день рождения был на прошлой неделе» Она бы хотела, чтобы очередной день рождения был уже завтра А меня устроит один день рождения раз в семь лет От меня вы никогда не услышите «До моего дня рождения осталось 90 дней» Со временем начинаешь понимать, что наше пребывание здесь ограничено Но это не должно вас пугать Вам не придет конец Ваш дух вечен Если какие-то периоды вашей жизни не соответствуют вашему представлению Вспомните, что Бог создал вас, дабы вы провели с Ним вечность Цель не в том, чтобы исполнить вашу мечту А во всякое время сотрудничать с Ним Потому что пользу от этого сложно представить Впереди нас ждет еще что-то Но мы идем далее Галатам, первая глава «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа» Он пожертвовал собой за грехи наши, чтобы избавить нас от злого мира, в котором мы живем Этого вожелал Бог, Отец наш Библия называет систему этого мира злой Вот почему мы не хотим сливаться с ней Вот почему наши цели и ценности должны отличаться от целей людей, которые полностью посвятили себя порядку данного мира Быть последователем Христа — это больше, чем приходить в здание церкви в выходные и сидеть там несколько минут Это совсем другая жизненная ориентация Это другие ценности Мы читаем Библию и открываем себя Духу Божьему, чтобы Он помог нам понять, как участвовать в Его вечном царстве Нам нужно новое мировоззрение Нам нужно время вместе, чтобы ободрять и поддерживать, а также отталкивать все, что сейчас транслируется Нам нужно знать, как говорить «нет» нечестию Это не приходит автоматически И вы должны знать, что вы не одиноки Люди часто говорят, мне не нужно находиться в здании церкви, чтобы быть христианином Я согласен, пребывание в здании не делает вас христианином Но вы получаете огромное подкрепление от знания, что вы не один Мы тут не притворяемся, что у нас нет сложностей Мне тоже есть с чем сражаться А я христианин уже немало лет Теперь давайте поговорим о грядущем мире Евреям 2 глава «И не ангелам во власть отдал Бог мир грядущий, о котором мы говорили» 6 глава «Эти люди слышали Слово Божие, видели великую силу нового мира Божьего» Луки 18 глава «Вот мы оставили все и последовали за тобою» Он сказал им истинно, говорю вам «Нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия И не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной» Сам Иисус говорил об этом веке и о грядущем Если Иисус в это верил, то, может, и нам с вами стоит задуматься над этим Ваша жизнь в это время — это еще не конец Аллилуйя! Бог поступит с вами на основании того, что вы выбрали в этот период Это наше время на арене К сожалению, мы решили, что христианство — это приглашение к повторению молитвы И к тому, чтобы немного угомониться Но на большее нашего воображения не хватило И как часть этой системы я хочу извиниться перед вами Не в этом суть христианства Это признание того, что Бог есть И что вы можете иметь с Ним отношение И вы не можете своими силами убрать пропасть Между вами и Святым Богом Вам нужен Спаситель И Бог предоставил Его вам в лице Своего Сына по имени Иисус Когда мы признаем то, что мы грешники Принимаем Иисуса Господом нашей жизни И просим о милости и прощении Это абсолютно все меняет Нам нужно больше сблизиться с нашим Спасителем Первое послание Коринфянам, 13-я глава А теперь? Теперь это слово, указывающее на время Теперь это когда? Теперь Это слово указывает на время Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло Гадательно Тогда же Это еще одно слово, указывающее на время Тогда это в будущем Тогда же лицом к лицу Сейчас я знаю частично Тогда я буду знать полностью Библия говорит, что в этом веке мы имеем Ограниченное понимание Бог создал нас с пятью чувствами И они удивительны Мы можем видеть и слышать, трогать и пробовать А также нюхать Это прекрасные дары, но у них есть ограничения Ваши чувства не дают вам полностью понять творение А человек надменно решил, что он мирил о всего Если я не вижу чего-то или не могу прикоснуться, то этого нет Как-то Иисус пришел в синагогу И там была женщина, которая была скорчена много лет И когда Иисус увидел ее, то понял, что ее проблема не целесная, а духовная Он обратился к духу, который сковал ее и сказал Отпусти ее И та женщина выпрямилась А наши пять чувств не способны видеть духовный мир Нам нужно увидеть его другими глазами В первом послании Коринфянам говорится о девяти дарах духа Один из них — это различение духов, способность распознавать духовные вещи Дух Святой даст вам эту способность Но зачастую в церкви все обучение сводится к тому, верим ли мы в дары Святого Духа, а не к тому, чтобы просить Бога дать нам этот дар В послании к евреям сказано, что в прошлом Бог говорил к нам через пророков и через свое слово Но в последнее время Он говорит к нам через своего Сына Точное проявление Его сути Иисус пришел, чтобы немного раздвинуть занавес Он ходил по воде и делал вино из воды Он открывал глухие уши Он четко понимал какие-то вещи, которые мы не так хорошо понимаем Скажите мне, когда Библия говорит о последнем времени, что это значит? Последние дни обозначают завершение чего-то А вот чего именно? Этого мира Система этого мира приближается к завершениям Даже если вы не любите спорт, я уверен, что вы смотрите последние две минуты какого-то матча Потому что в конце игры каждое решение играет важную роль Каждое движение играет важную роль От этого зависит результат игры Поэтому команды берут тайм-аут На экране начинаются повторы, чтобы понять, как сыграть лучше Такое же напряжение наблюдается в приближении к концу этого времени Сатана понимает, что его время ограничено В этом веке у него есть власть, которой не будет в грядущем веке И мы повсюду ощущаем это напряжение Связанное с приближением к концу этого времени Сейчас изменения происходят чаще и быстрее, чем когда-либо в истории человечества Но меня это не пугает Писание говорит, когда враг приходит как потоп Господь поднимает против него свое знамя И сейчас у нас прекрасная возможность распространять Евангелие Которой не было за всю историю церкви У нас больше возможностей для благовестия и проявления силы Божьей Не смотрите на тьму, а включайте свет Этот век приближается к завершению и грядет новый век В Библии много стихов об этом В Откровении, 21 главе Иоанн пишет Книга Откровения — это история о завершении этого мира И о переходе в грядущий век Вот о чем эта книга Иоанн пишет И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим Новый, сходящий от Бога с неба «Приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего» «И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Сескиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними» «Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже» «Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» «Ибо прежнее прошло» «Как же будет выглядеть этот новый порядок?» «Там может быть все, что угодно, но я точно знаю, что там не будет плача, скорби или боли» «Я всеми руками за!» «Но в это время никто не сможет избежать этого» «Это злой век, и Он приносит плач, скорбь и боль» «Но в грядущем веке все это пройдет, потому что там будет новая власть» «Иисус уже был на земле, этот первый раз мы называем телесное воплощение» «У нас даже есть праздник, посвященный этому, мы отмечаем его зимой» «Сын Божий надел земной костюм и пришел, чтобы жить среди нас» «Он знает, что такое быть человеком, что значит чувствовать голод, жажду, усталость, отвержение и несправедливость» «Все это для того, чтобы Он мог спасти нас с вами» «Теперь у нас есть адвокат перед Отцом, который понимает, что значит быть человеком, но пришел сюда Иисус с миссией» «Он сказал, я пришел найти и спасти погибающих» «Кульминацией стал римский крест, где совершенный, безгрешный и послушный Сын Божий сделался грехом через мои грехи» «Иисус понес наказание за мой бунт и мое нечестие и за ваше тоже» «Нет множества путей к тому же результату с Богом, потому что только один из нас был безгрешным и послушным и предложил себя в жертву» «Это не критика окружающих, а признание истины» «Если говорить о нашей вере в современной культуре, то нас склонны называть узколобыми или даже нетерпимыми, если мы говорим, что Иисус есть путь, истина и жизнь» «Это очень неудобная истина, но это не делает ее менее реальной» «Мы живем в то время, когда правда не очень высоко ценится» «Я говорю не только о лжи или обмане, а о тотальном желании отвергать абсолютную истину» «А к людям, которые ее придерживаются, используются всякие неприятные слова» «Именно поэтому многие стороны христианской церкви отходят от истины» «Нам нужно больше таких людей, как Буньян, которые выбирают истину, несмотря на все неудобства» Иисус сказал «Я есть путь, истина и жизнь», потому что Он заплатил невероятную цену, чтобы мы с вами вернулись к Отцу Но переход между этим веком и грядущим Библия описывает по-особенному и называет судом Этот термин нас немного пугает, звучит пугающе, но я хочу напомнить вам, что суд не обязательно должен быть против вас Суд может быть за вас Для последователей Христа суд не для отделения его местонахождения, небеса или ад, а чтобы посмотреть, что вы сделали со своей жизнью Библия говорит, если вы вложили всего себя, свои мысли, действия и энергию, вечное Божье Царство, то вы будете награждены за это А если нет, то все, чему вы посвятили свою жизнь, сгорит на суде И спасетесь только вы и то, как из огня Это похоже на то, как у вас дома был пожар, и вы потеряли все, но вас дома не было Писание рекомендует нам жить так, чтобы мы получили награду вечности Это привилегия Но мы вернемся к началу Там сказано, призываю вас, как странников и пришельцев в этом мире, удерживаться от мирских страстей Пусть привлекательность этого мира не уведет вас от Божьего призвания А еще Библия четко говорит о том, что между ними идет война Но сила Божия проявилась для нас через крест Если вы не читали книгу или не смотрели фильм, то я вам расскажу Все свое путешествие Перегрим несет на своей спине тяжеленный груз, и он не может снять его с себя И все на своем пути он преодолевает с этим грузом Пока однажды не приходит к кресту Когда он видит крест, груз спадает в расселину, и он свободен Вот что крест делает для нас с вами Сами мы не можем добиться этого или заработать Но только через кровь Иисуса мы получаем свободу от рук врага Пусть ваши мечты и надежды не ограничиваются временем Мы живем ради чего-то большего Вот почему человек добровольно остался в тюрьме на 20 лет из-за Иисуса Он верил, что есть награда больше, чем его личное неудобство Или неудобство его семьи В этой временной жизни мы готовы отказаться от Иисуса ради блага нашей семьи А Буньян считал, что для него и для его семьи лучше, если они переживут эти неудобства Он жил ценностями другой системы И я тоже приглашаю вас к этому Начните говорить Господь Дай мне видеть и понимать это Я не хочу ценности этого мира Я хочу иметь цели, которые выше Я хочу, чтобы мои друзья, погрязшие в системе этого мира Считали меня немного странным Я не хочу, чтобы они меня полностью понимали Я готов им рассказывать, но если между нами нет отличий То я слишком глубоко погряз в системе этого мира Я хочу полностью посвятить себя Иисусу Уверен, вы тоже этого хотите Поэтому, друзья, грядет что-то лучшее Я говорю на это аллилуйя Если вам приходится терпеть разочарование Боль, разные потери Библия говорит Поднимите голову, потому что идет царь Нас ждет что-то лучшее Его сила проявится на полную Склонится каждое колено И каждый язык исповедует Что Иисус Христос Есть Господь Сейчас я хочу, чтобы мы с вами вместе Помолились Пожалуйста, давайте встанем Я подготовил молитву Давайте прочитаем ее вместе Отец Небесный, я радуюсь величии Твоего спасения Ты освободил меня от пустой жизни И привел меня в царство Твоего Сына Через кровь Иисуса я получил свободу От этого злого века Ты дал мне наследство в Твоем Вечном Царстве Я принимаю решение говорить Нет, нечестью и да, благочестью Спасибо за Твою милость и благость ко мне Дай мне понимающее сердце Чтобы я мог ходить перед Тобой правильно Во имя Иисуса Смотрите каждую неделю нашу программу С пастором Алленом Джексоном А также заходите на наш веб-сайт Где вы можете найти прекрасные ресурсы Которые помогут вам Подняться на новый уровень Вашей христианской жизни Мы также просим вас подумать о том Чтобы поддержать нас в распространении Этого послания по всему миру Это будет возможно только с вашей помощью Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером И если вы окажетесь в наших краях Мы будем очень рады вас видеть в церкви Уорлд Аутрич в Мёрфисборе А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном В наше время знание того, что Бог – ваш источник Дает вам чувство уверенности и защищенности В подарок за ваши пожертвования Мы вышлем вам проповедь с пастора Аллена У вас есть мощный источник Это проповедь о том, как Бог оставался верным в Ветхом и Новом Завете И о том, как ценно его слово А если вы пожертвуете более 25 долларов, то получите еще и набор вдохновляющих открыток красивого дизайна Этот набор – эффективный способ делиться своей верой Заказывайте эти материалы прямо сейчас Контактная информация сейчас на ваших экранах Спасибо за поддержку служения Аллена Джексона В наше время знание того, что Бог – ваш источник Дает вам чувство уверенности и защищенности В подарок за ваши пожертвования Мы вышлем вам проповедь с пастора Аллена У вас есть мощный источник Это проповедь о том, как Бог оставался верным в Ветхом и Новом Завете И о том, как ценно его слово А если вы пожертвуете более 25 долларов, то получите еще и набор вдохновляющих открыток красивого дизайна Этот набор – эффективный способ делиться своей верой Заказывайте эти материалы прямо сейчас Контактная информация сейчас на ваших экранах Спасибо за поддержку служения Аллена Джексона Субтитры создавал DimaTorzok